Приветствую вас, и, вы знаете, то, что вы описываете, характерно для людей, у которых, с одной стороны, были либо достаточно строгие, либо отстранённые родители, с другой стороны, для людей такая вот позиция, как ваша, характерна для людей, которые, ну, не привыкли к тому, что их личные границы, например, защищают, не привыкли к тому, что их личные границы уважают, вот, не привыкли к тому, что их, значит, соответственно, цех ценят, не привыкли к тому, что к ним как-то прислушиваются, да, вот, и так далее. То есть тут, вот, в принципе, история, она, история, она здесь вот такая, она так выглядит, эта история, вот, и мне, в первую очередь, думается, что разбираться нужно именно с этим аспектом. То есть вот, ну, в первую очередь, да, нужно разбираться именно с этим аспектом, с аспектом личной границы, вот. Но даже для этого вам необходима так называемая, знаете, подушка безопасности, да, то есть определённая форма безопасного взаимодействия с людьми. То есть когда бы вы чётко и наверняка знали бы, что, значит, ну, что вас всегда послушивают, что вас всегда, значит, защитят, вас всегда будут уважать и так далее, вот. Вот, я думаю, что здесь история, да, история, она здесь вот такая. То есть исходить нужно из этого, вот. По крайней мере, как мне видится, да, вот, мне так видится, ну, в данном случае, да. То есть, сперва нужно именно, именно безопасность, чтобы вам было спокойно, чтобы вы могли доверять человеку, который будет, например, перед вами, и чтобы вы могли почувствовать, что, вот, от вас всё это зависит. То есть основная проблема, по которой вы боитесь людей, это то, что вы не чувствуете, что от вас всё это зависит. Ну, это я сейчас говорю именно с такой полуосознаваемой точки зрения, да, потому что, возможно, вы это знали, чувствовали, но никогда себе в этом не признавались. Возможно, не знали, и сейчас будете, ну, я не знаю, может быть, будете спорить, может быть, будете доказывать что-то обратное, вот, не знаю, тут, конечно, история исключительно сугубо индивидуальная, вот. Но я думаю, что, я думаю, что так. В целом, я думаю, что так. Ну, а дальше, дальше, после того, как вы почувствуете себя в безопасности, вот, после того, как вы ощутите себя в безопасности, вот, я думаю, что уже можно будет раскрыть все ваши переживания, все ваши страхи, вот, и увидеть, что за ними стоит, что за ними скрывается, вот, какие за ними стоят желания, запреты и так далее. Вот. Вот. Как и, полагаю, что нужно будет изучить и откорректировать, оформить, откорректировать и оформить вашу позицию по вопросу, значит, взаимодействия с другими людьми. Я полагаю, что это такой очень важный момент, без которого не получится ничего построить, не получится ничего добиться и так далее. вот. Значит, совершенно очевидно, что вы не чувствуете себя в безопасности, вот, то есть нет чётких правил, вот, которые могли бы вас защитить в жизни, вот, нет чётких правил, поэтому вы боитесь, когда вас трогают, трогают, вот, и боитесь людей, конечно же, тоже по этой причине. Вот. Здесь, конечно, желательно, здесь, конечно, желательно, чтобы вы несколько лучше сформулировали свой страх, да, то есть, чего конкретно вы боитесь, вот, то есть, чем люди вас пугают, что это за угроза, почему она возникла, вот, как она возникла, эта угроза. Это, на мой взгляд, очень важный момент. На мой взгляд, это очень важный момент, вот, без которого вам будет, опять же, сложно, опять же, сложно будет что-либо делать. Вот. Ну и страх, как это не парадоксально, страх призван реализовать какую-то вашу потребность, какое-то ваше желание, вот, например, одно из, одно из желаний может быть, как раз таки, заключаться в том, чтобы вы ни с кем не общались. Это одно из желаний может заключаться в том, чтобы показывать, показывать вам, что вы недостойны других людей. Вот это постоянное сравнение себя с другими, постоянный стыд, вот, а стыд возникает из-за непринятия себя, опять же, вот. Так что, еще одно важное направление, это полное принятие себя, вот. Значит, ну, вы не написали вопросов, да, то есть, вы не говорите о том, что хотите, например, чему-то научиться или хотите понять, почему вы боитесь людей и так далее, вот. Но я полагаю, что первые аспекты здесь именно такие, именно такие. Вот. Первое – это подручка безопасности в общении с человеком, то есть, выстраивание общения, адекватного общения с, ну, в данном случае, с психологом, в данном случае с психологом. Вот. Мне, мне думается так можно ответить вам на ваш вопрос. Ну, это просто, вот, вы поделились своими мыслями, вот. Вопрос включает, конечно, в том, зачем, ну, для чего вы это сделали. Чего хотите, какой обратной связи хотите, вот. Выберите себе психолога, с которым бы вы захотели поработать и начинайте познавать себя и других людей. Это очень увлекательно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. Поехали.